запуск идет так сейчас мы уже в эфире наверное запускается друзья добрый вечер всем добрый вечер всем мы возобновляем наш проект изюм вот возобновляем его в общем радуемся этому событию на самом деле потому что у нас был был небольшой перерыв у нас была небольшая пауза и в общем то так бывает собственно говоря плюс карантин много вся всяких различных трансляций выступающих и так далее и по этой причине как бы мы сделать сделать тайм-аут с олегом но вот возобновляем прямой эфир поэтому собственно говоря этому событию радуемся поэтому изюм снова в прямом эфире мы будем использовать зум я же вижу и александр филоненко шалом ангелина кошельницкая шалом использовать зум для изюма вот есть такой нюанс технически я просто сразу скажу наперед что где-то порядка там 10-15 секунд иногда бывает задержка из того что мы сказали вы в зуме через зум и потом пришло на фейсбук поэтому тем не менее все комментарии ваши мы будем на них реагировать видеть ориентируемся на все комментарии которые вопросы мыслей которые вы будете писать под окном трансляции в фейсбуке просто мы используем именно зум сервис зум для того чтобы было удобно корректно транслировать ради этого только ну и у нас теперь появится возможность приглашать дополнительно участников для короткого мнения скажем по теме которые мы будем рассматривать поэтому друзья огромнейшая просьба конечно же знаете как некоторые говорят поставить лайк сделать репост поделиться где только можете вот и в общем то чтобы как можно больше людей могло присоединиться сегодня к эфиру нашей трансляции так я попробую попробую себя здесь тоже включить я вижу надеюсь нас видно хорошо слышно вижу что уже нас так шесть еще кто-то присоединяется так вижу катерина чабан добрый вечер персида доброго вечера мы надеемся у вас нормальная картинка так мы сейчас еще поделимся а пока что я конечно же как обычно представлю нас я алексей рачук как обычно и олег обрамов он же олега собрамова с не так все так получается смотрите олег сделал все для того чтобы со звуком тоже все было классно вот поэтому друзья слышно что теперь не будет никаких проблем собственно говоря со звуком вот но в любом случае вот напишите как олега слышно хорошо ли не очень хорошо ли меня слышно или не очень вот скажите да я пока что тем временем пока мы еще чуть-чуть собираемся сделаю как обычно репост идеально вот пишет идеально видно слышно ну слава богу вообще здорово в общем только единственно что сейчас какой-то свист появился небольшой ну а уже все уже все пропал пропал так поделюсь буквально очень быстро эфиром и собственно говоря вперед и как говорится с песней данную песню я уже выключил чтобы она не забивала нет не не забивала эфир так еще отправим сюда к нашим друзьям тоже наш эфирчик чтобы как можно больше людей могло собственно говоря присоединиться сегодня к нам в общем так уже ищет пишет что видно слышно хорошо вот поэтому ну радуемся собственно говоря вот видим же ирину юрьевну власенко потрясающая сестра женщина в общем-то я смогу сказать герой веры и директор дома милосердия и пастор и доктор в общем женщина на сервисе очень класс вот всем шалом всем шалом всем добра и в общем то будем верить что сегодня будет все суперова суперова нас сегодня такая тема далее к по соображениям совести по соображениям совести и мы целую серию намерены сделать по сути у нас получится целая как бы серия эфиров вот в этом аспекте потому что совесть такая штука она особенная и иногда ее разрывает иногда совесть берет и грызет грызение совести очень много разных таких нюансов а вот которые связаны с совестью будем рассматривать сложные вопросы такие как например убить не убить можно можно алекс уже сказать что за вопросы это анонс это анонс это анонс вот эти библии сказано что не воздавайте злом на зло вместе с этим сказано что с лукавыми по лукавству да то есть и вот попробуем с этими непростыми вопросами разбираться потому что есть вопросы которые в аспекте совести вот в этой реальности понятия совесть есть вопросы которые даже не каждый служитель да олег может ответить почему потому что может быть и знает но например боится а что об этом скажет а что об этом подумать потому что мнение разделяется да это очень хорошо когда мнение разделяется это очень это говорит о здравости а здравости в общениях вот я всегда говорил что если мы не задаем вопросы на какие-то темы мы не размышляем а задавая вопросы у нас всегда появляются некоторые разбежности понимания зависимости от нашего характера менталитета познания библии и так далее так так далее поэтому хорошо когда мы расходимся хорошо надлежит между вами быть разделением да потому что через это узнаются искусные да конечно но и это не цель просто это данность такая вот и когда мы утверждаем что все мы думаем одинаково но это будет не совсем корректно вот мы можем совпадать мнениях слава богу вот если нет слава богу и в этом есть единство многообразия красоты в теле крестом поэтому да лёша вот я как-то встретился с лёшей и мы подумали что надо возобновлять и почему такой странный такая тема немножко непонятно да но мы поняли что эта тема за собой потянет многие многие интересные вопросы интересные ты интересными называешь сложные спорные которые разрывают по сути я думаю да ну слово разрывает такое ух да такое конкретно я думаю что просто многие люди ищут некоторые ответы вот я думаю что наше общение признак тому чтобы может быть как я еще говорю всегда какую-то резкость доводите чтобы человек дальше пошел дальше размышлять чтобы бог ему давал откровение и так далее но почему мы назвали по соображениям совести кто помнит этот фильм лёша намекнул что есть такой фильм я тоже вспомнил по соображению совести это фильм про одного адвентиста который не хотел не хотел по соображениям совести не хотел воевать брать в руки оружие но он был готов делать все остальное знаете очень красиво поставленный фильм кстати он еще не стрелял потому там был контекст потому что он с отцом имел какие-то проблемы всякий раз он если бы он убивал он увидел в этом отца но что-то в этом роде там у него был свой контекст не то что он там момент пацифизма и кстати вот эта тема о совести она вскроет вот эти вопросы в дальнейшем в эфирах пацифизма войны вот уже много было пройдено дорог и съедено тем по этому поводу но я думаю что не до конца потому что я сколько не встречаюсь с людьми они еще не могут своем разуме понятия определиться с темами оружия войны защиты родины и так далее я давай так будем честными откровенно наверное мы и что ты что я мы тоже оба каких-то моментах все равно наверное останемся с вопросами потому что ведь мы тоже но не боги и не всезнающие но все же таки да то есть при всем при этом библия раскрывает понятие совести что в параметрах совести что за гранью совести то есть мы будем это пояснять но сами вместе с этим мы до конца всего не знаем да но чем мне понравился это еще заголовок потому что по соображениям совести мы делаем многие вещи в христианстве не только там оружие но и вообще и другие нам как бы совесть об этом говорит да и все остальное и библия часто упоминает такое словосочетание павел и петр говорили что имея добрую совесть да и все остальное да ну давай вот сделаем таким неким девизом слова из деяния апостолов 24 16 посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед богом и людьми наверно нам для начала стоит хотя бы дать какие-то такие вот определения что же такое совесть мне уже успели позвонить я извиняюсь очень хорошо включается это очень хорошо мне позвонили я сбросил но все окей отлично я вижу что я здесь крупным планом все да ты есть теперь нам в трансляции ну да зуб зуб технически дает такую возможность супер супер посмотри совесть есть все равно какие-то определения которые уже вывели да то есть есть понятное дело то что мы попробуем определить на основании библии есть еще такие скажем в общем то это нейтральное определение да например совесть это психический процесс вот я посмотрел словарь причем так психический процесс вызывающий эмоции и рациональные ассоциации основанные на моральной философии системы системе ценности личности вот такое вот длинное определение но это процесс то есть это не некая субстанция а ну возможно можно назвать процессом какие мы как и все в нашей жизни есть процесс мы не стоим да вот но знаешь вот давай посмотрим мне нравится как ты сказал такую вещь что ответ в новом завете мы видим часто понятия совесть а если она ветхом завете понятие совесть я говорю что в новом завете то есть вот во всяком случае вот слова которое вот мы читаем прямо скажем по-русски да по-русски украины и по украински тоже совесть оно фигурирует вот именно такое слово такая формулировка фигурирует в новом завете То есть, если взять, например, поискать по симфонии, по книгам, которые вошли в часть ветх, под названием Ветхий Завет, хотя там ничего не ветшает, да, за исключением обновленного договора, и то это обновленный, а не старый, но тем не менее, то там это слово не встречается. А вот уже в Деянии апостолов, в Послании мы уже видим, собственно говоря, понятие совести. А, ну еще, по-моему, в Евангелии от Иоанна встречается слово «совесть». Да, а в Ветхом Завете вот такого конкретного слова мы не встречаем. Я не нашел. И я за это зацепился, когда ты сказал. И, знаете, друзья, вот мы как бы уже начинаем раскручивать эту вещь, и как бы кажется, ну что здесь, о чем здесь говорить? Совесть, да совесть. Совесть мучает, совесть не мучает. Совесть горела, перегорела, возобновилась. Ну, мы понимаем эти все вещи, разговариваем. Но с чего, откуда растут ноги? Я и Леша об этом говорил, но у меня есть один брат, знакомый. Он очень любит Бога, и он очень любит благодать Божию, настолько сильно любит. Я его уважаю, на самом деле, я его хорошо знаю. Не знаю, смотрит ли он сегодня или нет, но я вспомню. Это нормально, когда мы друг друга можем цитировать и все остальное. Не полоскать, а цитировать, да? Цитировать, конечно. И тем более, я говорю, что я его уважаю, и он очень ревностный брат. Но, как мы уже говорили, вот моменты благодати, они так торпедят самолет за тучи, что можно не собрать по косточкам. Так вот. И вот он говорит такую вещь. И, возможно, кто смотрит нас, может быть, тоже такое же понимает. Но с этим мы разберемся. Вот я зачитаю, как он мыслит. Смотрите. Он говорит, год назад начал изучать вопрос совести. Откуда появилась совесть? Ее роль в жизни верующего человека. Пришел вот к чему. Человек изначально был сотворен без совести. Так как был совершенным и имел напрямую связь с Богом. Друзья, я... Очень интересно. Мы интересны. Да, это и есть процесс мышления человека. Нормально. Я не стебаюсь. Я просто говорю, человек так мыслит. И вполне. Вот. И он говорит, что человек был сотворен без совести. Я еще его упрекнул. Говорю, что Адам был бессовестный. В принципе. Вот. Был связь с Богом. Совесть является плодом грехопадения, он говорит. Когда Адам с Евой вкусили запретный плод. Помните, что сказал Бог после грехопадения? Закроем путь им в сад, чтобы они не вкусили дерево жизни и не стали жить вечно. То есть плоды дерева что-то передавали при вкушении. А значит, при вкушении дерево познания добра и зла тоже что-то передавалось. Я верю, что именно в этот момент появилась в человеке совесть. То есть, когда они вкусили. Потому что дерево добра и зла. И когда Бог спросил, кто сказал тебе, что ты наг, не Бог, не Ева, не змей, а совесть сказала. Цель совести – осудить человека. Поэтому во времена Ветхого Завета Бог использовал совесть, чтобы показать, что нет праведного ни одного. Все нуждаются в Иисусе. Но люди по-разному реагируют на призыв. Вот. И он говорит, говорит ли Бог через совесть сегодня? Является ли совесть голосом Святого Духа? И он говорил, что во времена Ветхого Завета Бог использовал, говорил через совесть, чтобы привести человека к себе. А сегодня Бог уже не совестью руководствуется, а Святым Духом в нас. Ну, вот такое мышление. Очень интересно. Тут есть над чем подумать, с чем, мне кажется, даже поспорить. Да, но я о чем говорю. Что сбивает с толку? Что Адам был сотворен совершенным, да? Да. И дерево добра и зла. Зачем оно? Вот у меня вопрос. Зачем в Адемском саду дерево добра и зла? Это многовековой, если не многотысячный, по своему житью вопрос. Зачем нужно было туда это дерево? Одно и второе. Почему нельзя было как-то вообще без этого обойтись? Да, ну, я тоже говорю, ну, было дерево жизни. Мне это вообще напоминает такие, вот, это картинка такая, 3D. Сад, дерево растет. Оно называется дерево жизни. А там подальше дерево добра и зла. А вот интересно, как понять, что это, там же не было написано добро и зло. Ну, а Бог сказал Адаму, да, что это такое дерево, с него не надо вкушать. Но оно называется дерево добра и зла. И люди думают, что если Адам ходил, так, ходил совершенно, ему ничего не надо было, было идеально. И после того, как он вкусил дерево, в этот момент в него вселилась совесть. И он увидел все моменты, нюансы. И заиграла совесть, говорит, что я наделал. Ну, ну, у него там появляется, то есть мы видим, что появляется понятие стыда. То есть это получается, то есть вот до этого не было с чем сравнить, не было, не видно была разница. А тут вот вкушает, появляется какая-то разница, и он определяет, мне стыдно. То есть он прячется уже в укрытии, ищет себя, покров себе начинает искать, потому что ему так стыдно было. Да, да, но вот теперь момент. Вот вопрос стоит всем, чтобы все шли с этим вопросом, а что-то будет переживать. Зачем в Эдеме было дерево познания добра и зла, если Бог сказал не прикасаться к нему, не кушать с него. Запретил, но поставил. И вот Адам ходил бы вокруг него, смотрел на него, и не трогал ничего, никаких плодов, потому что знал, что вот. Ну, знаете, друзья, чтобы разбивая все в этот ящик мысли, я вот, мы же понимаем, Бог создал человека со свободной волей. Да. Со свободной волей. Сразу, когда он его создал, он не мог его создать без свободной воли. Да, да, да. И чтобы реализовывать волю, надо из чего-то выбирать. Чтобы было сравнение опять, да? Иначе это не было бы, конечно, да. Иначе это не было бы свободной волей. То есть должно быть что-то, из чего мы должны выбирать. Всегда. Свобода воли подразумевает выбор. И вот появилось это дерево добра. Говорит ли это о том, что... Слушай, ну, есть сразу много противников в твоей фразе сейчас, потому что есть люди, которые, в большом количестве, которые говорят, у человека нет свободы выбора на самом деле. Потому что если бы, знаешь, как вот версия говорит, то есть если есть свобода выбора, то тогда почему за выбор наказание приходит? То есть вот такой вопрос я встречал. То есть тогда они говорят, раз за мой выбор, по моим соображениям совести, да, сразу так название напомним, я сделал, а мне приходит наказание, значит, на самом деле свободы выбора нет. Потому что если я имею право свободно выбирать, то значит, почему мне наказание приходит? Если есть обратка, значит, нет свободы выбора. То есть вот такую позицию я слышал. Причем из-за кафедры причем. Я не знаю, что я отдаю без комментариев, потому что, ну и смотри, выбор, это говорит, что я выбираю между чем-то. Не между добром и добром, а понятно, что дерево так и называлось, дерево добра и зла, да, но оно стояло. То есть смотри, какой момент, у Адама уже был выбор, не вкусив еще от плода. То есть если бы он, люди говорят, если он вкушает, он тогда понимает, что такое добро и зло. А вот здесь смотрите, очень тонкий момент. У него уже было понятие добра и зла, потому что у него был выбор. И вот в чем, Аня, я смотри, я объясняю, в чем выбор. Он сказал, он уже дал выбор, сказал, не бери с этого дерева. То есть запрет был. Ну, в принципе, да, сказано, что... Я дам дальше ходил. Если ты отсюда вкусишь, то будет то-то. А если, знаешь, как это, распутье, если пойдешь по этой дороге, то будет то-то. Если пойдешь по этой дороге, то будет то-то. Да, если вкусишь от этого дерева, будет тебе жизнь вечная, да, там. Да. А здесь тут а-та-та будет. Да, видишь, Адам ходил под покровом Бога. Бог все сделал, все решил, все так установил, что Адаму особенно не надо было что-то, знаешь, как тебе сказать, принимать какие-то свои, знаешь, судьбоносные решения. Он просто имел повеление, вот это не трогай, в этом являлся выбор. Говорит, вот не трогай, все, у него выбор, брать или не брать. То есть послушаться Бога ходить или не послушаться Бога ходить. Вот был выбор. И, значит, если у него был выбор, значит, что-то могло внутри него говорить, надо это делать или не надо. А если внутри него что-то говорило, это надо делать или не надо, значит, что-то внутри говорило, да, что-то, а это и есть совесть. А, смотри, вот очень интересный момент же сразу же появляется, да, то есть можно змея, о котором сказано, да, змей был хитрее всех зверей, да, и вот он говорил с Евой прежде, действительно хитрый был такой вот, да, подошел сразу не к Адаму, а к Еве, зашел с тыла, то вот некий такой голос, его же можно тоже как бы символически к какому-то некому голосу приравнять, да, то есть вот есть голос, который Божий, он сказал, вот это делай, вот это не делай, и вдруг появляется другой голос, который говорит, а, бери, делай, ведь не все же так, как тебе сказал тот голос, да, два, два. Да, да, но это не голос совести, это голос извне, из-за кулис, это голос искушения, и мы знаем, кто искуситель, но Бог вложил в нас именно понятие, что Писание в Ветхом Завете говорит, сердце мое или внутренность моя, мы еще, оно, знаешь, перемешивается, еще мы говорим, что это дух, потому что Бог создал человека, и у него есть дух, да, у человека есть дух, вот, и часто в Ветхом Завете дух, дух, внутренности и сердце, они часто меняются или усиливают одно другое, да, вот, и я просто хочу укорачивая говорить, что мое мнение, да, что Адам имел изначально вложенную Богом совесть, которая его направляла и говорила, не бери, допустим, да, или, вот, он сказал ему, он сразу повеление, он сразу дал, знаешь, как бы такой просьба, закон, который говорит, что с него не бери, все, с этого момента появился, если бы он, он не посадил дерево, он бы ходил бы, не знал бы, что делать, а он посадил дерево и приказал, не бери, повелел, все, у Адама есть выбор, кушать, не кушать, и только совесть могла внутри говорить, брать или не брать, брать или не брать, только совесть, но после момента вкушения этого плода происходит немножко другое, они не познают, что такое добро и зло, как в принципе, да, но они познают некоторые такие другие моменты, что, ты знаешь, вот, когда Бог говорит, не греши, он всегда дает выбор, помнишь, что в таразаконе, не греши, мы в Боге, Бог говорит, не греши, я хожу в этом, не греши, но у меня есть выбор, да, так, чтобы понять не было, что происходило с деревом добра и зла, да, я хожу и не грешу, я выбрал не грешить, выбрал не грешить, я хожу в этом не согрешение, но у меня есть выбор, и когда я принимаю решение ослушаться, я принимаю решение сделать грех, потому что это ослушание, и когда я делаю грех, я понимаю, уже в своем понимании, что я сделал, вот, что произошло с Адамом, когда он спустил, когда, понимаешь, он тогда осознал, что он наг, вот тогда открылось, не совесть тогда попала, совесть, она говорила заранее, но он осознал, он осознал, что он не видел себя таким, а теперь он понял, что-то произошло, это дерево ему что-то открыло, то есть грех что-то открыл, грех вскрыл многие вещи, что получается, получается, что он своим выбором пододвинул Бога, он заявил, что искуситель сказал, будете как Боги, а в чем будете как Боги, потому что ты отныне принял решение сам решать, сам решать за Бога, тогда Бог как бы повелел Адаму, что вот этого не делай, и он ходил как бы в божественном повелении, но имея выбор, но теперь человек как бы отодвигает границы, знаешь, в 10 заповедь я всегда задумывался, а в чем проблема? Ну поди, ну, говорит, не заходи, да, не соседа своего там, смотри за границами, я думал, ну, подумаешь, а что соседу там станется, ну, там можно договориться, а здесь есть духовный смысл, что когда ты заходишь на чужую территорию, значит, ты не просто свои границы меняешь, ты автоматически меняешь границы твоего соседа, или когда мы делаем грех, мы отодвигаем Божьи границы, мы его сужаем и говорим, что я теперь распоряжаюсь. Да-да, мы тогда можем в целом сказать, если ты пытаешься изменять какие-либо границы, то эти границы изменяются не только у тебя, а в целом вообще везде, то есть любое наше решение, оно может отыграться на ком-то или на чем-то. Образно говоря, в замкнутом пространстве, если ты где-то расширишься, то кто-то сузится, понимаешь? Так в этом плане они были в божественном просторе. Когда человек принял, говорит, я решу так, вместо Бога, то есть совершаю грех, он пододвигает границы. Получается, он посягает то, что сделал дьявол. И он сказал, будете как боги, понимаешь? И в этот момент совесть, знаешь, евреи думали, что совесть, она имеет такую функцию, что она говорит после, когда ты уже сделал. Я считаю, что она говорит до, и она тебя обличает и после. После, да, потому что сначала она говорит, как не нужно делать, если, ну, ты же знаешь, это неправильно, это нехорошо, да, то есть предупредительное состояние. А если ты сделал хорошо, то ты довольный, твоя совесть чиста, ты довольный. А если сделал плохо, она говорит, ты виновен, ты виновен, ты виновен, ты виновен. Да, она тебя гнобит, 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 да, и все. И таким образом человек может и сделать самоубийство, да. Есть, да, да, да. Да, но... То есть, когда сам себя, ну, так, вогнал себя в такое состояние обвинения, на сути, мы можем сказать, что Иуда Искариот пошел вот этой дорогой, да, то есть он не справился с совестью, то есть мы не говорим, что он молодец, и он такой слабый весь был, да, но, тем не менее, он не справился с тем, что совесть ему говорила, ты продал друга, да, еще как Христос им сказал, целованием ли ты предаешь меня, то есть у тебя был выбор, как бы, не делать этого. Да, да, и все правильно, и, но это не конец фильма, знаешь, благовесть в том, что мы не заканчиваем, когда мы согрешаем, мы на совесть обличать, мы не заканчиваем суицидом, но благовесть в том, что Бог прощает нам наши, когда мы исповедуемся, прощает, и нам не надо что-то с собой делать, потому что это благодать, когда Бог сделал для нас такое, что мы можем просить прощения, и обновляется милость Божия, и мы идем дальше. Но ты знаешь, ты как-то говорил, что такое совесть. Я, знаешь, отвечу словами моего, одного из моих учителей, которые есть у меня по жизни, вот, он сказал когда-то очень, хорошее выражение, что такое совесть. Это, он говорил, что совесть – это реакция, реакция. Реакция. Да, реакция. Образа и подобия Божьего, которое в нас, понимаешь, на его несовместимость с нашими делами, с нашими поступками. О, как, это такое достаточно объемное определение. Да, это реакция образа Божьего, который в нас есть. В нас образ Божий. И совесть – это реакция в этот момент на несовместимость с делами, которые мы делаем против Бога. То есть это реакция. То есть что-то происходит, и в этот момент Бог вложил. Я верю, что Бог при сотворении, при рождении вкладывает в нас вот этот дар, вот этот дар в каждого человека, причем любого человека вкладывает от Бога, потому что мы сотворены по Божьему подобию. И эта совесть помогает нам выбирать. Эта совесть помогает нам. Но мы дальше поговорим, что у неверующих есть совесть, и у верующих людей та же совесть есть, но она немножко отличается. Она немножко отличается? Она отличается у нас, у детей Божьих, обновленных, да, и искупленных. И у тех, кто просто живет, у них тоже есть совесть. Иногда нам кажется, что даже у собачек есть совесть, когда наругаешь, они глазки там опусят, они что-то скулят. Вот, и знаешь, моя собачка, знаешь, как она прям вообще такая вот сразу, как только я растяжусь, она сразу реально так голову опускает, все, я виноват, хозяин, виноват. Да, поэтому вот эта реакция, я еще раз повторю, что это реакция образа Божьего на наши поступки. Олег, друзья, вот вы присоединяетесь к эфиру, наш эфир сейчас в разных группах, в Facebook транслируется, и вот в том числе в группе «Во Христе», да, есть такая группа, и нам там тоже Елена Говоронская задала вопрос, а что если сожженная совесть? Мы ответим на этот вопрос, и мы дойдем до понятия сожженной совести, а вот уже и у меня на страничке тоже, Елена, вы написали про сожженную совесть. Мы рассмотрим этот вопрос. Сегодня это не единственный эфир, это просто серия эфиров, в которой будут затронуться такие щекотливые сложные вопросы. А так, всем огромное спасибо, кто на связи сейчас. Мы не прощаемся, просто если у вас еще есть вопросы, мысли, комментарии, вы можете писать, мы на них обязательно отреагируем. Да, и почему мы в самом деле начали совести, потому что я указал причину, почему так мыслят люди, наши братья. Кто-то считает, что совести нет, она появляется когда-то. Но, понимаете, просто из совести, по соображениям совести, мы говорим, что будет истекать вот это понятие свободы выбора, убийств, не убийств, войны, не войны. Это просто из этого все истекает. И мы как бы вынуждены начать с самого начала понимание совести. Мы делаем вводную, чтобы просто расставить такие маячки, от которых мы дальше будем отталкиваться. Да. Итак, совесть – это реакция образа подобного Божьего на то, что мы выбираем, на то, что... на наши поступки, которые мы выбираем, правильные. Да, ну, смотри, мы как девиз, да, я предложил использовать отрывочек из «Деяния» из 24 главы, что «посему и сам», еще раз процитирую, 24-16 «Деяния», «посему и сам подвязай всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». То есть вот есть все-таки непорочная совесть, отношение Бога к этому и отношение людей к этому. Вот если мы какое-то некое определение, опять же, мне кажется, мы все равно в полной мере не ответим, что же такое совесть, потому что можно разные... Не то, что не ответим, а просто могут быть разные позиции. Что же такое совесть? Допустим, словарь Википедии я почитал, да, это психический процесс, то есть процесс, связанный с душой, который базируется на ценностях, а вот ценности как раз-таки уже сейчас мы и затронули. А Олег воспользовался идеей одного из своих наставников, который сказал, что это реакция. Да. Ну, знаешь, Леша, я скажу так, мне нравится Википедия, но в последнее время, не знаю, я больше склоняюсь к тому, что говорит Библия по поводу каких-то, да, понятий или моментов таких вот, чем Википедия. Все-таки Википедия руководствуется понятиями светскими на основе психоанализов или еще каких-то моментов. Вот. А что говорит Библия? И вот знаешь, и как всегда нам помогают источники. Никто так не... Я вообще говорю, что Библию запрещено читать, если ты не можешь пользоваться инструментами источников и все остальное, то есть библейских источников, еврита и все остальное. Послушайте, я не делаюсь... Создашь клише, напугаешь. Нет, ну это правда. Это правда, потому что, ну как бы мы не имеем права, мы имеем право читать просто так какие-то вещи, говорящие о спасении. Но если мы хотим дальше объяснять сложные моменты богословские, мы должны всегда смотреть контексты исторические и первоначальные, как мыслили авторы, как мыслил Иеремя, как мыслил Соломон, понимаете, он не мыслил понятиями Агапа или Филио, понимаете, и все остальное. Ну хорошо, возвращаемся. Поэтому, интересный момент. Как же все-таки Ветхий Завет, что говорит о совести? Что такое совесть? Мы поняли, что совесть, 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 совесть. Я упомянул, что совесть – это сердце, это дух, который Бог вложил в человека и который нам помогает определять, что есть добро, что есть зло. Вот что такое совесть. Но смотри, как говорит… Ну смотри, тогда определять, все-таки здесь такой момент, мы можем все-таки согласиться и с Википедией, что это процесс, который основанный на ценностях. Кстати, само понятие, вот именно и во всяком случае в славянскую среду, понятие совести с греческого пришло за счет церкви, которое тоже обозначает совместное, то есть если взять это слово, я не знаю, как его правильно прочитать по-гречески, оно обозначает совесть, сознание, совместное знание. То есть знание – это как раз-таки информация. Это хорошо, это плохо. От этого будешь жить, а от этого умрешь. То есть определенные ценности, базис какой-то, он формируется. Да, все правильно, есть определение, но чтобы еще быть короче, мы говорим, что совесть, говорится в Ветхом Завете о совести, как о сердце и о внутренностях. Таких писаний очень много. И он говорит, внутренности мои, сердце мое, часто говорили персонажи Библии, это говорит, что совесть. И вот я прочитаю Псалом 15,7. Можете записать, кто хочет. Смотрите, что здесь говорится. Говорит Давид, благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Еще раз, благословлю Господа, вразумившего меня, то есть первый момент, вразумившего, то есть Господь вразумляет меня, и даже ночью учит, то есть есть вразумление, есть учение, учит меня внутренность моя. Есть Бог вразумил, а есть внутренность моя. А есть внутренность моя. Есть внутренность моя, конечно. И там не стоит, в оригинале, конечно, не стоит слово совесть на русском. Ну да. Но в оригинале стоит вот это слово «внутренность». А что же такое «внутренность»? Кишки, селезенка. Что это такое «внутренность»? У нас много внутренностей. Так вот, в переводе оно… Поел шоколад, и мозг лучше работает. Но ночью «внутренность моя» учит меня. Так вот, это «учит меня» «внутренность моя» переводится как «мучение почек» дословно. То есть, все же… Друзья, нет, смотрите. Мучение почек… То есть, это ассоциация с болезнью? Не с болезнью, а вот… Не с болезнью, а мучение почек. Если почки болят, то человек не спит, не может спать. Да, но в каком ракурсе и в контексте говорится? Мучение почек. Это говорит о том, что почки имеют функцию в организме. А какую функцию имеют почки? Почему они почки выбрали? Потому что… Это фильтры. Почки – это фильтр. О, видишь, мы по жизни что-то фильтруем. Хорошего от плохого. Почки имеют функцию фильтровать и выводят негативное, и в организме оставляют все позитивное. И почему-то так вот они по соображениям совести решили… Вот еврит почему-то вот именно так решил назвать внутренность моя. То, что говорит сердце, как я говорил, оно заменяется. Сердце, внутренность моя. Сердце, внутренность моя. То есть, сердце говорит или внутренность моя. Так это не сердце и не внутренность моя, но это почки всегда. Когда говорится сердце и внутренность, это не сердце, а это почки. И это словосочетание мучения почек, потому что почки, они мучаются, они в каком-то процессе. Это процесс у нас. Да, процесс. Это целая мощная работа. Это как очистные сооружения, если посмотреть, что их задача, очистить то, что люди использовали. Да, и получается, что они что-то делают. Это мучение, как кто-то сказал бы. Роды – это тоже процесс. Они пути как мучения, но это процесс. Извини, я такую деталь пикантную скажу. Даже, например, когда мужчина вырабатывает семя, это тоже мучение для организма. Но Бог так сделал. Я слышал, как в том числе и еврейские, скажем, мыслители говорят. Бог так сделал, то есть он покрыл эти мучения приятными ощущениями, чтобы замаскировать всю ту боль, которая происходит в момент формирования или создания семени. То есть, по сути, которая будет являться началом жизни. Именно поэтому, чтобы человек не отказался от того, что принято для взрослых, женатых и замужних людей. Под названием секс. Извиняюсь за такой пикант, потому что иногда, знаете, бывает сложно. Люди, когда говоришь про интимные вещи, реакция, ого, священник про секс разговаривает. Мы где-то в своем роде доктора, врачи, поэтому, как я уже говорил, это не страшно. Хорошие, нормальные понятия, да, мы можем говорить. Вот интересный момент. И вот Давид говорит, что я благословлю Господа, который вразумляет меня, а ночью, ну, почему-то, видишь, это как бы после словия. Совесть как бы начинает, почему евреи говорят, что она после говорит, да, всегда нас. Когда мы уже что-то сделаем, она нас ночью где-то или поздним вечером. То есть это говорит о том, что днем мы что-то сделали, а вечером мы начинаем делать выводы, да. И получается, что вот Господь вразумляет меня, но даже ночью учит внутренность моя. То есть мучает, мучает. И это процесс почек, когда происходит процесс. Я начинаю соображать, я сделал это плохо, а это надо было так, потому что это хорошо. Что мне делать дальше? И совесть дальше говорит, ты должен оставить вот это, ты должен выкинуть, то есть фильтрует, мочу выводит. Ненужные токсины выводит и оставляет только хорошее. И он говорит, вот, вот это оставляй. И я тогда вставляю, стою на следующее утро, обновляется милость Божия. Я говорю, Господь, твоя совесть, которая во мне, которая ты дал мне, это дарование, да, это мой дух, это мои внутренности. Я поговорил с ними, они меня отфильтровали. Я понял, как фильтровать, и все. И знаешь, и вот почему евреи говорят, что вот эти два момента, что Бог дал Писание нам, не будем говорить Тору, Бог дал законы, Писание нам, Библию нам дал, для того, чтобы мы туда смотрели, понимали откуда, что, как и брать. И одновременно у нас есть нравственное чувство, которое внутри нас говорит, и говорило до этого, что не надо брать этот плод, не надо. Приходит искуситель и говорит, слушай, в шахматы поиграл словесно, и говорит, слушай, так ты ж можешь. И в тебе какие-то возыграли искушения какие-то, и ты принимаешь решение, и ты не послушал свою совесть. Вот почему не в момент вкушения плода совесть вскакивает нас, а в момент того, и потом эта совесть говорит, что ты голый, слушай, ты лузер, ты на волоске от гибели. Это все говорит совесть, тебе надо что-то делать, ты сотворил плохое, и все. И она начинает нас мучить, делай выводы, делай выводы, да. А до этого, а я Писание читал, читал, Бог говорил не делать этого, не говорил. Поэтому вот эти два крыла, два аспекта, Слово Божие и внутренность наша, нравственные эти аспекты, они идут одновременно. Потому что, знаете, если мы не прочитаем, мы не поймем, что есть хорошо, что есть плохо. Вот чем отличается неверующий человек от верующего. Вот мы затрагиваем, что у неверующего человека тоже есть совесть, она тоже говорит. А вот здесь, вот здесь, вот здесь очень интересный момент. Здесь совесть верующего, неверующего. Верующие, во-первых, тоже разные есть. То есть, смотря, опять же, что мы вкладываем в понятие верующий-неверующий. Кто для нас верующий, кто неверующий. Потому что, по сути, совесть есть у всех, и она разная. И даже то, что прозвучал вопрос сегодня про сожженную, а как, если сожженная совесть? То это тоже, опять же, для нас это сожженная совесть. А для того, может быть, это нормальное состояние. То есть, у всех совесть разная, разные ощущения, разные представления о совести, разные состояния. То есть, и верующий, и неверующий, и у того, и другого есть совесть. Только получается, у одного тогда совесть, она у верующего. Если мы говорим о библейском верующем, то она базируется на библейских ценностях. А у неверующего, то есть, тот, кто не пользуется Библией, она базируется не на библейских ценностях. Или библейские ценности как-то подменяются или используются с двойным умыслом, скажем. Вот смотри, Леша, да. Я это услышал, и все правильно. Вот я говорю, все мы люди, все мы человеки. Знаешь, я не люблю там отделять. Мы все люди, и неверующие тоже люди, образ и подобие Божие. Что нас отличает? В один прекрасный момент мы встретились с Богом, и мы Богу что-то сказали и приняли в свое сердце. Это отличает от людей, которые не приняли Бога. Но у людей, которые не приняли Бога, тоже есть совесть. Но у этих людей, которые сами выбирают, что делать, у них нету того, кто направляет, у них нету того Духа Святого, который обличает, у них нет Слова Божия, этого одного крыла, который говорит, как правильно, что хорошо, что есть плохо. Только у них есть изначально вложенная Богом совесть, которая, знаешь, это внутренний закон, нравственный закон, который говорит, что нельзя убивать, допустим, нельзя убивать. Или еще что-то, нельзя там воровать, скажем так, они же все понимают эти вещи, но они воруют. И у многих совесть, она даже не реагирует. Это говорит о том, что у них есть совесть, и возможно где-то, но она настолько уже не реагирует. То есть внутренность, то есть пойми, образ и подобие Божие предполагает совесть, предполагает, она есть. И она говорит, но ее настолько не слышно вот этим давлением, безбожным давлением, когда нету внутри Бога и Духа Святого, который напоминает, что она у них сгорает очень легко. Я даже верующих сейчас не хочу трогать, да. Мы говорим, что они вот геи, они раздеваются на улицах, они делают, что хотят, там образ и подобие. Но их совесть предполагает такое поведение, допустим, если, ну та категория, которую ты сейчас назвал, то есть они говорят, это абсолютно нормально, это хорошо. Это обман, да. То есть совесть может быть обманута. Совесть может быть обманута, совесть может быть сожженная. Сожженная, это когда мы знаем, но делаем, тогда она сжигается. И вот вопрос, когда спросили, что такое сожженная совесть, это тот момент, когда я знаю, как не надо делать, да, и я грешу. Я грешу, я верующий человек, я знаю, что это не надо делать, об этом я прочитал в Библии. Внутренний нравственный закон совести, мой дух, мое сердце, мои внутренности сказали, Олег, не делай этого. Но искуситель оказался сильнее, он оказался громче, он оказался весомее, потому что плоть моя, она показалась больше. И заглушила внутренний этот голос, да, и сжигается совесть, сжигается совесть. Смотри, тогда Бог посылает обстоятельства, когда ты согрешил, ты оказался в других обстоятельствах. Эти обстоятельства начинают тебя угнетать настолько, что у тебя появляется еще один шанс. К примеру, может быть болезнь, к примеру. Или тебя обокрали, что ты остался в одних плавках, а было много денег. И внутренность, она, совесть, она опять говорит, ну послушай, тебе ничего об этом, ты не хочешь задуматься? И он начинает выбирать. Или да, это в самом деле, или же человек, знаешь, как жена Иова, слушай, похули Бога. И умри, да? Да, на самом деле она говорит, знаешь, что она говорит, благослови Бога в оригинале. В оригинале сказано, благослови Бога. То есть это был жестокий сарказм жены. То есть, ну как бы, найдешь ли ты себе силы поблагодарить Бога за то, чем ты сейчас как бы награжден? Наоборот, она ему, она с сарказмом, как бы, знаешь, дерьмом... Да я понял, я понял, да. Она говорит, ну типа, благослови теперь своего Бога, в дерьме сидишь весь в труппях. Теперь иди благослови. Да, ну перевели как прокляни, да, но наоборот. Она говорит, ну скажи, ой, Бог, спасибо тебе за все, что есть. А на самом деле Бог так, Иов так и сказал. Вот, он говорит, ты сумасшедший, уйди отсюда. Вот, и на самом деле вот такие вот вещи. Поэтому, когда совесть, получается, что ты выбираешь, опять-таки, или дальше все-таки хулить Бога и сказать, какой ты все-таки жестокий, или все-таки из-за того, что ты читаешь Писание, которое помогает, и ты начинаешь дальше говорить, нет, я не буду Бога. У меня такая проблема, мне надо задуматься, где я неправильно сделал. И вот эти два крыла, Писание и внутренность, они давят на нас с двух сторон. Сожженная совесть, это говорит о том, что мы не настолько наполнены Словом Божиим. И сгорается совесть тогда, когда преобладает искушение, когда преобладает злоба, когда преобладает месть или жестокость в нашем сердце. То есть она двигает границы, и нету границы для Слова Божьего, понимаешь? Она раздвигает границы жестокости, и Слово Божье становится маленьким и неслышным. Но когда мы принимаем решение, как Иов, оставаться с Богом и дальше читать, Бог нам начинает говорить, кричать, разворачивать границы, и Слово Божье говорит, все будет хорошо, Олег, все будет хорошо, Леша, я за тобой, я имею будущность и надежду для тебя. То, что сейчас происходит, ты подумай сам, где ты свернул. И он начинает утешать, он начинает, это совесть. И тогда все становится на месте. Поэтому совесть – это хорошая вещь. Это просто... Слушай, давай я подолью масло в огонь. Во-первых, у нас время заканчивается. То есть мы договорились с Олегом, что мы будем держать себя в рамках. Хотя мы говорили бы, говорили бы и говорили бы. И там еще у нас есть, по-моему, пара вопросов. У меня еще будет один момент, но я вклиню его как-то, потому что он есть недосказанный к этой теме. Хорошо. Друзья, во-первых, спасибо большое, что вы не забыли про Изюм. И вот, потому что вы не забыли про Изюм, мы не забыли про Изюм. Вот. По причине вас, конечно же. Смотри, Павел говорит очень интересную вещь. Потому что ты вспомнил, да, то есть, упомянул, да, сказавку фразу. Совесть верующего и неверующего. Апостол Павел говорит в послании к Олимпинам. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Понятное дело, что я не весь контекст читаю, но тут суть, она как бы понятна, что есть. Нам уже пишут из Армении, Люсина пишет, почему так мало, только один час. Смотри, значит, Павел говорит. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью. То есть, Павел очень интересный, говорит, это Павел мыслитель. Его мыслями, идеями, кто-то это называет философией. Пользуется огромное, на самом деле, количество людей, в том числе атеистов. Потому что, опять же, все равно такая терминология совесть, истина. Это очень многое приходит именно из библейского языка, библейских текстов. И вот он здесь говорит, есть совесть своя и есть совесть другого. И он предлагает как-то очень корректно с этим работать, с инструментом. Ведь, опять же, мы говорим о том, что наша задача всегда принять более выверенное, более точное решение. А совесть как раз-таки либо нас подведет, либо будет нашим помощником. И здесь есть такой вот нюанс. То есть, свобода других, не таких, как я. Или там совесть других, не таких, как я. Да. Ну, понимаешь, совесть... Ну, я понимаю, что ты говорился, что совесть не подводит. Совесть, наоборот, она кричит к нам и мучает нас. То есть, это мучение почек. Подводим мыс. То есть, да, наша реакция на совесть. Да, это очень хорошее. Я его запомнил на всю жизнь. Это реакция образа Божьего на наши действия, понимаешь. То есть, у нас есть подобие. Она реагирует всегда на неплохие вещи. И сразу бунт на корабле, понимаешь. Она начинает сразу тревогу. Ты должен делать выбор, правильно или неправильно. Но вместе с этим, если мы говорим о том, что совесть, она формируется на основании каких-то... ценностей, то я как бы и не прав, и как бы прав. Потому что, если моя совесть питается, берет питание из неправильного источника, то она будет, мы можем сказать, не совсем правильная совесть. Она меня может подвести. Потому что то, что правильно, я буду воспринимать как необязательное, например. Да, вот тут... Это же нормально, когда есть папа и мама. Папа и мама. Не папа-папа, а мама-мама. Наш эфир могут заблочить. Есть такое выражение, что иногда совесть мучает человека, а иногда человек мучает совесть. Да. Бывает вот так вот. Знаешь, не сожженные совести люди, а замученные совести. Замученные совести. Ну, для меня, Леша, все понятно. То есть я уже сказал, что такое совесть внутри нас. Это Божий дар. Вот. Бог поместил нас. То есть она может быть заглушена, закопана именно нашим нехотением или преобладанием, расширением границ нашей плоти. То есть мы даем больше места плоти. Почему? Павел говорит, не давайте место дьяволу. То есть понятие обители. То есть Бог говорит, я приду, сотворю обители вас, и вдруг в этой обители ломится еще кто-то. Он говорит, не давайте ему места, квадратуру. Есть Божья позиция, а есть другая позиция. Да, и кому мы дадим больше места, тот и будет преобладать. И чем в процентном соотношении, если Бога будет больше в нас, то есть писание, размышления, чем наполнены наши дни, контекстом, то это всегда нам будет переваливать наше искушение. То есть искушение будет всегда, но за то, что мы в процентном соотношении больше с Богом, совесть будет нас все-таки обличать, мы будем побеждать. Если наоборот, будет наоборот. Ну и вот интересный момент. Где-то в Петра сказано, я так по сумме, что помнишь момент крещения? Что крещение это есть обещание Богу доброй совести. И часто мы видим на водном крещении, обещаешь ли ты Богу добрую совесть? Ты знаешь, по этому моменту написаны очень большие труды с переводом. Этот перевод совсем неоднозначно, что мы можем что-то обещать. Но больше перевес даже идет к тому, что мы скорее вопрошаем, потому что когда мы из мира приходим со своей сгоревшей непонятной какой-то совестью, я не знаю, что мы можем Богу обещать, но скорее всего, что мы... Что мы можем дать, когда мы еще ничего не имеем? Конечно. И понимаешь, скорее всего, что здесь мы вопрошаем к Богу, то есть мы как субъекты, мы вопрошаем к Богу о дарвании нам доброй совести в момент крещения. И вот когда мы крестимся, это такой показательный акт. Я бы не сказал, что это завет с Богом, а это именно показательный, это когда мы одеваем униформу. Мы уже контракт подписали, сказав Иисусу, а здесь мы одеваем форму, чтобы все видели, смотрите. И получается, что мы просим у Бога с этого момента, Господи, пусть Твоя благодать, Твоя праведность, не наша праведность, а Божья праведность, как и Он дает нам вот эту правильную совесть, когда мы, когда мы, читая Писание, изменяемся, как ты говоришь, в процессе, в процессе мы приобретаем вот эту добрую чистую совесть, о которой говорит Павел, добрая совесть, она формируется при чтении Писаний и внутреннем давлении нашего сердца, наших почек, образно говоря, мы побеждаем. Вот это и есть наша совесть. Добрая совесть формируется, когда мы просим у Бога, и Бог нам дает через слово, через побуждение в ночи, и мы меняемся. Друзья, давайте мы так, Олег, нам время уже как бы… Да. Мы себя лимитировать должны, мы хотим быть очень дисциплинированными, ребята. Это было завершение мое, это было мое завершение сегодня. Ну, давай так сделаем, все равно, то есть мы саму тему сегодня делаем паузу до следующего эфира, именно рассуждения наши, да. Вот, ну, у нас, значит, по сожженной совести, по вопросу мы ответили, да, мы отреагировали на этот вопрос. Так, и у нас еще есть вопросы, сейчас минутку я попробую посмотреть. Так, так, так. Ну, запустится у меня так, чтобы я посмотрел сейчас. Друзья, маленькая, маленькая техническая. Так. Надеюсь, у меня сейчас ни двоится, ни троится. Просто, чтобы посмотреть все вопросы, я у себя открыл браузер несколько в другом виде, чтобы можно было видеть все непосредственно комментарии. Значит, вопросы, вопросы. Друзья, вы еще можете сейчас задать вопросы, пока мы, скажем, онлайн. Да, еще бесед. Моя жена задала вопрос. Моя жена задала вопрос, а что получается, исходя из размышлений этого брата, человек, не поклоняющийся Богу, это всегда бессовестный человек. Нет, мы сказали, что совесть у людей есть, это надо запомнить. Она просто бывает разная, скажем так. Ну, смотри, есть обновленное. Когда я говорю, когда мы познаем Бога, мы вопрошаем. То есть, это как праведность. Говорит, ваши одежды, как испачканные, ваша праведность, как испачканные одежды. Вот мы все время ходили в испачканах. Мы что-то сделали, чтобы одежда стала чистой? Нет, мы приняли Божью благодать, веруя и поступая по его заповеди. Мы одеваем новые одежды. Это одежды Божьи. Так же и с совестью. У нас мы приходим со своей совестью. Вот такой, как она была. Мы вчера врали. Мы вчера непонятно, что делали. Совесть сожжена. Да, мы даже, знаешь, еще даже покаявшись, мы можем еще оперировать такими вещами. Но мы у Бога просим, как вот этой праведности, как одежды. Мы вопрошаем, Господи, дай нам иметь такую совесть. Это тот процесс, который мы говорим, что такое Новый Завет. Это когда Бог, не мы сами своими силами, а когда Бог в Новом Завете изнутри помогает нам. Дух Святой помогает нам побеждать. Через совесть, через Писание, через эти моменты. Получается, что неверующий человек имеет совесть. Он по соображениям своей совести, которая не обновленного человека. Ну, неверующий человек. Как понимает, так и понимает. Исходя из тех принципов, ценностей, которыми он сейчас, в данный момент, скажем, наделен. Там Вавилон, там все перемешано. Они оперируют словами. Ой, у тебя нет совести, у тебя там есть совесть. Они играют словами, которые пустышка. Они могут и Бога в суе называть. Это все пустышка. И вот он приходит к Богу однажды. И он говорит, я обещаю тебе свою совесть. Бог говорит, подожди, не надо мне такой совести. Попроси у меня то, что я могу тебе дать. Я обновлю тебя. Только сдайся мне. При вводном крещении говорит, Господь, я вопрошаю о даровании мне доброй совести, как праведных одежд. То есть это тот процесс, который будет происходить, когда я буду читать Божье Слово. Раньше же я не читал неверующих. А сейчас, как эти два крыла, Божье Слово будет говорить мне, обличать через Духа Святого. И внутренность моя через Духа Святого будет. То есть моя совесть, внутренность, эти почки, мучения. Они меня ночью будут, если я плохо сделаю, они будут меня рвать там внутри, отделять. Да, не смогу спать. Еще один вопрос. Только я не совсем понял. Ангелина Крушеницкая, в Боге разве нельзя призабиловать, чтобы больше по времени? Если вы сейчас смотрите прямо сейчас нас, конкретизируйте, пожалуйста. Потому что не совсем к чему, то есть о чем в Боге призабиловать. То есть что вы имеете в виду? Наверное, так вот. И туда мы сможем ответить. Так, моя жена написала, что мы попали. Мы правильно поняли ее вопрос. Это была проверка. Она говорит спасибо. Она имеет мысль, и наша мысль с ее совпала. Это очень хорошо. Так, значит, есть еще мнение. Вот брат Виктор Граватюк написал, я счастье не так зарубив, совесть буду мучить. Это такие мысли. То есть что-то сделано неправильно, совесть боит о себе знать. Так, смотрим. А, это просто нам предложение продлить лимит, расширить эфир, знаешь, то есть дольше сделать. Друзья, мы с Лешей говорили, что некоторым людям, в самом деле, ну, эта доза часовая достаточно, может кому-то показаться нудным. Я еще сказал, что жаждущие могут и до утра, но таких мало. Если такие есть, это просто слава Богу. Но мы, как в сериалах, оставляем на будущее, чтобы мы могли собраться очень охотно в следующий раз. Да. Поэтому, друзья, мы будем продолжать говорить о совести. Мы затронем, ведь вообще совесть – это очень мощная штука внутри человека. Вот я еще одно новое определение неуклюжее дал. Такая мощная штука, да? Вот, но именно исходя из того, какая у нас совесть, на чем она базируется, чем она руководствуется, мы принимаем с вами правильные решения или неправильные? Принимаем те решения, за которые мы будем спать спокойно или, ну, скажем, или мы не сможем? Как Олег сегодня конкретизировал, да, что это как боль в почках. То есть, а у некоторых эта боль в почках, метафорически, да, или аллегорически выражаясь, она, собственно говоря, до конца дней жизни бывает так. Человек не находит покоя и ходит, и свечки ставит, или в дом молитвы ходит, или в синагогу, или еще куда-то, чтобы как бы, ну, свою совесть успокоить, и не находит решения. Вот, поэтому мы будем говорить еще о многих различных вопросах, как жить, чтобы спать спокойно. Хотя, можно ли в этом мире спать спокойно, это тоже вопрос очень неоднозначный. Сам мир по себе, земля эрит, она все время несущаяся, все время все движется. Ну, знаешь, Писание говорит, что возлюбленному своему даю сон. Вот, я думаю, что мы будем спать спокойно, но мы благодарим Бога, что Бог дал этот дар, что есть Дух Святой, который все-таки не дает нам покоя, когда мы делаем неправильные вещи, да. То есть, у нас появляется эта реакция. И за счет этого, в целом, я вообще очень благодарен Богу за многие принципы, определения, которые есть в человечестве, потому что человечество изменяется, и все равно при всех негативных моментах оно изменяет, становится чуточку добрее. А ведь все равно в итоге все должно будет прийти к тому, чтобы наступило Царство Божье в полной мере. А это определенные критерии. А значит, человечество к этому будет идти, и оно будет изменяться, и будет становиться добрее с помощью Бога. Не так, как всегда. Аминь. Аминь. Потому что ничто не доброе, да, и ничто худое, да, это шутка для меня. Вот, не найдется, Царство Божье. Ну, немножко, немножко поиронизировали, пошутили. Так, с нами уже нам все, друзья, вы пишите нам спасибо за эфир. И вот Ангелина не отпускает нас, говорит, а тяжесть на душе – это всегда совесть? Да. Это последствия совести. У вас говорит совесть, и вы ощущаете тяжесть. Слушайте, люди называют это ощущение, да, люди могут чувствовать по-разному. Может, у кого-то горят щеки, у кого-то уши горят, когда, знаешь, обличили или что-то, у кого-то тяжесть. Поэтому, ну, это совесть. Ну, вот тут же сразу следующий вопрос возникает, да, а как тогда поступить? Первое, как поступить? Олег сегодня, например, уже не раз сказал о том, что нужно покаяться. Но есть и другие моменты. Опять же, тоже они звучали. Есть понятие обновленной совести или обновленного человека, да. Потому что мы еще, кстати, в процессе рассуждений, я думаю, объясни, потому что об этом есть места из Библии, которые говорят, что совесть может изменяться в лучшую сторону в том числе. Да, то есть иногда бывает человек испытывает тяжесть, думая, что сделал неправильно, а на самом деле просто не знал, что он поступил правильно. Из-за этого бывает сложное сомнение. Кстати, очень верное замечание, которое мы, наверное, все-таки сегодня опустили, это еще может совесть, да, мучить в самом деле из-за незнания, да, и ты поступаешь по соображениям своей совести, да, своей совести. Вот, допустим, вот как брать оружие или не брать, да, мы не осуждаем тех людей, которые там не берут, да. Но так ли говорит Писание? Я думаю, что это мы затронем в следующий раз. Да, это уже в следующий раз. Вот, но сегодня мы говорим, что он так понимает. А что это? Недостаток учения или то, что он понял тогда, и совесть может его мучить, да. Тоже правильно, но для этого надо вот и учиться. Там Гемина пишет, тяжесть есть, понимание, в чем кается, нет. Это означает, что, ну, здесь нужно индивидуально еще разговаривать, чтобы понять ситуацию. Здесь непонятно, да, ситуация. Да, то есть, если мы поймем ситуацию, мы сможем сказать, или подсказать, что, может быть, вот здесь был нюанс, который теперь вот превратился. Да. Говорят, сеешь ветер, пожнешь бурю, да, то есть вот так бывает. Просто человек дал определение своему состоянию сам. Он говорит, что тяжесть есть, но ничего не сделал, да, допустим. Да. А так ли на самом деле, да, вот. Так не думает Бог. Да, здесь просто нужно индивидуально разобраться. Не бывает тяжести без причины. Так, комментарии продолжаются. А еще человек может, это уже, это уже моя возлюбленная тут, значит. А еще может человек, человек может загонять себя в угол сам, думает, что многое делает неправильно. Это тяжесть. Ну да, это то, что мы сейчас с вами, кстати, сказали. Да, да. Это ценные. Ну, слава Богу за эфир, слава Богу за вас. Спасибо. Мы начнем с интересной темы. Действительно, вопросов в жизни человека, в разуме очень много. И человек часто, на самом деле, стоит перед вопросом. Сделать, не сделать. Сказать, не сказать. А что, если я сделаю так, а будет вот так? И в этом всем очень сильно участвует такое понятие совесть. Или такая формулировка. А понятие, что такое совесть, мы сегодня дали как минимум несколько, включая мое несуразное. Вот такая мощная штука я назвал. Вот. Этого драгоценного мы продолжим с вами в следующий вторник. А пока поделитесь эфиром. Оставьте лайк. Расскажите кому-то. Это обязательно понравится. Сегодня звучали очень хорошие вещи. Ну и приглашайте на наши эфиры еще кого-то. Своих друзей, родных и близких. Жаждущих. Интересующихся. Спасибо всем, кто были с нами сегодня. На самом деле, это все наши мысли ради ищущих и жаждущих, и размышляющих. Поэтому спасибо, Леша, что мотивировал и что получилось нам встретиться после долгого карантина. И мы имеем возможность возобновлять. Я думаю, так надо продолжать. Вот что делают чудотворные встречи братьев. Ну что ж. Хорошо, друзья. Сегодня с вами был пастор Олег Абрамов. Он же Олега Сабрамового в фейсбуке. Кто не подписался, значит, не стал его другом в фейсбуке, обязательно встаньте. Потому что вверху над эфиром там есть как раз-таки ссылочка на Олега. Вот, может быть, у вас появятся еще личные вопросы. Ну и я с вами тоже был сегодня, Алексей Радчук. Ну, тоже пастор. Тоже врач и доктор. Да, и, кстати, взаимно, кто не знает Олег Стея, кто знает меня, потому что фейсбек делает такие безграничные вещи, подписывайтесь и интересуйтесь интересными утренними дозами пищи. А, это так, это про Библию и кофе, да? Да, да, да. Поэтому увидимся в следующий раз. Анонс Леша объявит, что будет в следующий раз. Да, да. Мы продолжим говорить в этом же контексте по соображениям совести, но в том числе мы в следующий раз будем говорить про заповедь, который говорит «не убей». Очень, очень предвкушается. Так что присоединяйтесь. Все, друзья, всем благостовенного вечера. Пока. Все, всем па-па. Па-па. Всем па-па.